Пальцы в рот да веселый свист. В Хмельницком знают верная примета. Через мгновенье в небо поднимется белоснежная стая. Любовь и голуби у Петра Лаптева совпали еще в 70-х. Они с лучшим другом в погоне за этими птицами увлекались так, что порой даже забывали об уроках. Эту свою детскую любовь он пронес сквозь года. После 20 лет воинской службы вместе с женой свил гнездов в Хмельницком и понял, любимым птицам найдется место и в его сердце, и у его окна. Наверное, просто чувства такие, их ничем не остановишь. Вот и любовь к голубям, она необъяснима. Захожу, любуюсь ими, смотрю, и мне как бы больше от них ничего не надо. Сейчас этих белоснежных с мягким нравом птиц у Петра больше 70. Всего две породы – бакинская и пакистанская. Рожденные летатели отличаются скорее не рисунком или окрасом, а боем. Так называют издаваемые ими щелчки. А главное – продолжительностью полета и маневренностью. В этом им просто нет равных. Именно поэтому эти голуби мира легко уходят от тех, кто объявил им войну. Коршун – это птичка очень опасная для них. Они боятся его со страшной силой. Но у него скорость, я не знаю, километров 300 летит с такой скоростью, как пуля. Вот пакистанцы, бакинцы, они еще борются. Да и вообще, признается Петр, чем больше узнают голубей, тем больше восхищаются их верностью, преданностью и умом. И эта любовь вдохновляет не только его. Знакомые даже пишут для него картины с любимыми птицами. Рукодельница. Сама своими руками. Наша знакомая подарила нам такую картинку. Наверное, просто она тоже летает. Выгода со своего хобби Петр не ищет. Не раз бесплатно давал питомцев ребятам из сельской школы на выпускной, а чтобы те тоже поняли, каково это – поднять глаза к небу и увидеть над головой свободную белоснежную стаю. Александра Ковалева, Деливер Меджитов. Новости Севастополя.